Быстро проверить достоверность финансовой отчетности. Ниже будет рассмотрен метод экспресс-аудита. Финансовый анализ, планирование, бюджетирование базируется на достоверной финансовой отчетности. Именно достоверность финансовой отчетности играет ключевую роль в принятии управленческого решения. Но, как убедиться в том, что финансовая отчетность, выполненная правдиво и точно в соответствии с действующими стандартами? Можно, конечно, для этого пригласить профессиональных аудиторов, но можно попробовать убедиться в ее достоверности самим. Методика быстрой проверки экспресс-аудит основана на дедуктивном принципе. Заключается этот принцип в следующем. Если большее вызывает сомнение, то меньшее, которое составляет часть большего, будет автоматически недостоверным. Процедура проверки экспресс-аудита состоит из нескольких этапов. 1. Бухгалтерский учет в соответствии с ПСБ-1 ведется по установленным для всех предприятий правилам, принципам. Независимо от видов деятельности, размеров предприятия и ее организационной формы, принципы, правила являются фундаментальными основами введения бухгалтерского учета и как результат составления финансовой отчетности. Таким образом, несоответствие любого принципа ПСБ-1 фактическим методам введения бухгалтерского учета на предприятии есть несовместимыми с достоверностью и вызывают систематические существенные ошибки, ведущие к существенному искажению финансовой отчетности. Например, несоблюдение принципа осторожности, то есть активы и пассивы должны отражаться в бухгалтерском учете, не завышенные и не заниженные, ведет к отклонению активов в ту или иную сторону, то есть завышение их или занижение. Возьмем, например, оценку правильности отражения основных средств как наиболее рискованную по суммарной величине существенное отклонение. Балансовая их стоимость должна быть не завышена и не занижена в соответствии с принципом осторожности ПСБ-1. То есть неправильно рассчитанная первоначальная стоимость или не оптимально выбранный метод начисления износа, или ошибочно выбранная остаточная стоимость, или несвоевременно выполненная переоценка, все это ведет к отклонению остаточной балансовой стоимости от справедливой рыночной стоимости на момент формирования баланса. Или второй пример. Предположим, что в учебной политике выбран метод списания запасов для определенной группы активов, не отвечающей оптимальной оценке списанных товаров. В период, например, инфляции целесообразно использует метод FIFO для партийных продаж, учитывая быстрые изменения цен. Есть еще один пример. Предприятие в учете, имея сомнительный дебитор, не учитывает этот фактор. Как результат активы, твитторская задолженность, завышается порой существенно, что ведет к искажению достоверной финансовой отчетности. Несоблюдение принципа начисления, например, учитывается в доходы полученные авансы или в расходы выданные авансы, ведет к искажению финансового результата относительно таких незакрытых авансов. Всем известно, что несоблюдение принципа исторической себестоимости на момент взятия на учет активов со всеми затратами ведет к искажению суммы активов и финансовых результатов в целом. И еще. Нельзя нарушать принцип автономности. Невозможно смешивать затраты и доходы предприятия и собственников. Принцип преобладания сути над формой тоже может существенно исказить достоверность финансовой отчетности. Он гласит, активы и пассивы должны учитываться в хозяйственных операциях в первую очередь и по существу, а потом уже по форме. Например, приобретенный автомобиль для предприятия может быть отражен как актив, то есть основное средство, или как товар, в зависимости от цели такой хозяйственной операции. Купили для собственного использования, или, например, для продажи. Вывод. Нарушение принципов ведения бухгалтерского учета автоматически влечет за собой целые систематические нарушения на длительном отрезке времени. Так как исполнитель уверен, что он все делает правильно. Такого рода ошибки являются систематическими и ведут к нарушению учета в накопительном варианте неосознанно, что, конечно же, влечет за собой существенное отклонение активов и пассивов от оптимального возможного варианта на промежутке времени. Проверка осуществляется методом опроса, тестирования специалистов и работников предприятия, анализа учетной политики предприятия, положение, анализ приказов учетной политики, дополнений к приложению. 2. В случае, если принципы, правила ведения бухгалтерского учета не вызывают сомнения на первом этапе, далее необходимо оценить правильность и точность формирования оборотно-сальдовой ведомости. Как это делается? Известно, что оборотно-сальдовая ведомость – это сконцентрированная информация, распределение данных, о всех хозяйственных операциях за отчетный период по ведению бухгалтерского учета. 3. Правильность формирования финансовой отчетности можно оценить по некоторым признакам. Например, в первой строчке ведомости при ведении автоматизированного бухгалтерского учета не должно быть остатков сайта по забалансовому счету 0,0, который применяется только однажды в момент ввода остаточных или первоначальных данных организаций.